Только что мы выяснили, что китайские поезда не ходят как часы. Это грустно, нас там ждут. Подъезжаем к вокзалу Алхасы. Просто так с поезда сойти нельзя, поэтому, чтобы никто не сбежал, вдоль железной дороги идет забор с колючей проволокой. Друзья, если вы вдруг стоите, то лучше присядьте, потому что сейчас будет самый крутой розыгрыш, крутой конкурс, который когда-либо был на моем канале. Я не уверен, что мы этот успех когда-то повторим. Я решил разыграть среди вас, мои любимые, дорогие подписчики, вот этот невероятно крутой электровелосипед. При этом, ну, знаете, это не какой-то электровелосипед, который каждый из вас может купить в интернете, заказать или найти в магазине. Это эксклюзивная хендмейд-модель, которую собрали мои друзья с канала Криосан. Этот электровелосипед уже опробован в полевых условиях, так что можете быть уверены, что он работает как швейцарские часы, а может быть даже лучше. Ребята из Криосана собрали его специально для поездки из Луганска в Крым. Об этом выходили ролики на их канале, очень круто. Я заранее извиняюсь, мы обещали провести розыгрыш в сентябре. Немножко у меня из-за поездок сбился график, поэтому разыгрываем его в начале октября. Простите, пожалуйста, мой косяк. Первое. Вам нужно быть подписанным на мой канал, это так просто. Второе. Вы должны залайкать любые пять видосиков с моего канала. Пройдите, посмотрите, что вам понравилось и залайкайте. Третье. Вам нужно оставить под этим видео комментарий с хэштегом «Хочу электровелосипед», чтобы потом мы среди комментаторов могли выбрать победителя. Ровно через неделю в своем инстаграме в прямом эфире генератор случайных чисел выберет победителя. Сразу хочу обозначить, чтобы потом не было обид. Я готов бесплатно его доставить в любую точку России. Если вы вдруг живете не в России, а где-нибудь в Австралии, то доставочка за ваш счет. Ну или выберите в России кому его подарить. Всё, обнимай его. И всё, мы выходим с вокзала. В общем, все пассажиры поезда выходят по такому коридору, и там в конце коридора стоят встречающие. Иностранцев отводят в отдельную комнатку, где у них проверяют, сканируют паспорта, разрешение и билеты. Кстати, интересная история с билетами. Вначале, когда вы садитесь на поезд, они у вас забирают билеты и дают специальные карточки с номером вашего места. Это сделано для того, чтобы вы не сошли на не своей станции. Потому что без билета нельзя выйти со станции и на всех станциях патрули. И билет отдают обратно только в самом конце, уже перед подъездом к последней станции. Куча людей, кого-то встречают, и нам сейчас надо найти нашего гида. А, вот! Встретили! Окей! Это твой имя? Да! Я Лев. 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 Из США, да? Из США. Это Илья и Рубус. Рубус. Илья. Я ваша руководитель. Тики. Здрасте! 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 Лёд тронулся, господа жаб, присяжные заседатели. Да. Командовать парадом буду я. Подожди, у меня тоже белый шарф, Лёва. У меня тоже белый шарф. Да. Так, в Сама паласе, мы называем Норбуллинка. Норбуллинка. Норбул means baby, like a baby. Норбуллинка means park, baby park. Баби park. Баби park. Норбул, мы также называем treasure. Да, treasure. Да, treasure. Да, treasure. Да, treasure park. Или garden. Да. Также, в Тибетии, мы не имеем семейные названия. Так, Тики, это мой full name. Full name? Да. Да. Особенно название было от родителей. Иногда мы просили, чтобы иметь название для ребенка. Но что если есть еще тики? Тогда мы сделаем A-тики, B-тики, C-тики. Так вот. Так, тики в Тибетии означает счастье. Народ прикладывает удостоверение личности, чтобы пройти. Какие-то карточки, досмотр вещей. И вот наш гид отмечается в книге посетителей. Красивые, цветы в горшочках. Вот видишь, умеют люди наводить красоту. А вот это вот средство от отгона людей. Они, видишь, такие, здесь такие хватательные. Вот мы входим в летний дворец Далай-Ламы. В общем, во время культурной революции здесь все немножечко покрушили. Но восстановили, сделали красивые ЖК-экраны. Смотрите, какой синенький, маленький, прекрасный гранитный лев. Это ж лев, да, Лева? Что? Это ж лев. Ну, это какое-то мифическое существо. В общем, это какое-то мифическое существо. Оно было сделано из гранита. И потом пришел человек с краской, начал его красить. И здесь вот хорошо видно, что он был желтым, был зеленым. Это самый красивый билет, который я когда-то видел. Он переливается, вот такой объемный, как календарик. Не знаю, чувствуется ли это на видео. Билет стоит в летний дворец 60 юаней. Из них, вот Лева предполагает, что 20 стоит печать билета. И еще один контроль. То есть, у нас уже был контроль, когда мы заходили сюда. Пропустили вещи через рамки. И вот сейчас у нас тут второй контроль. Видите, везде щиты, полиции, каски. Чтобы всякий сепаратизм не прошел на экскурсию в музей. Женщина на охране, она сидит и смотрит сериал. Я вообще пофиг. В общем, все постройки, даже технические, они в таком вот тибетском стиле. Везде есть маркизы, такие матерчатые. Окна, ну, все трапециевидное. Вот видите, здесь люди знают, как навести красоту. Во-первых, конечно же, нужно поставить аппарат Coca-Cola. Чтобы у монахов всегда была свежая Coca-Cola. Во-вторых, вот цветочными горшками можно, видите, везде наделать кучу клубов. В титуле Далай-Ламы есть иностранное слово Далай. Это по-монгольски означает океан или море. А Блама или, как мы говорим, лама, это уже тибетское слово, которым называют религиозного учителя. То есть, оно примерно соответствует слову гуру. Говоря океан или море, монголы часто имели в виду весь мир. Вспомните титул Чингисхана, например. Так что, если попытаться перевести словосочетание Далай-Лама, то получается всемирный учитель. Или, скажем, вселенский пастырь. В общем, нынешнего 14-го зовут, я извиняюсь, прочитаю, потому что не могу запомнить. Нгангванг Лавзанг Тэнзин Гьямцхо. И живет он не в Тибете, а в Индии. Он вынужден был уехать туда, в 1959 году, после подавления тибетского восстания войсками КНР. Раньше Далай-Лама 14-й руководил правительством Тибета в изгнании. Но в последние годы отошел от дел и является, прежде всего, духовным лидером. Китай сегодня Далай-Ламу считают террористом и сепаратистом. Поэтому его возвращение в Тибет сегодня невозможно. Кроме того, Пекин крайне истерично реагирует на любую встречу иностранных лидеров и общественных деятелей с Далай-Ламой. Можно вспомнить, как экс-президент Франции Николай Саркози несколько раз встретился с Далай-Ламой. В результате чего Китай едва не отменил форум Азия-Европа и даже пригрозил перестать закупать во Франции Airbus. Тот конфликт вроде бы удалось урегулировать, но реакция очень показательна. Кстати, что интересно, российские власти с начала нулевых не дают Далай-Ламе российскую визу. По той же причине, чтобы не расстраивать Пекин. Нам только что рассказали, как находят новый Далай-Ламу, когда старый Далай-Лам умирает. Вот процесс, который традиционно используется, чтобы найти нового. Далай-Лам очень духовный, просветленный человек. Он, конечно же, знает, когда он умрет. И за пару месяцев до того, как он умрет, он пишет, оставляет своим последователям заметки о своей будущей жизни. Он говорит, моя будущая жизнь будет в такой-то деревне, моих будущих родителей будет звать так-то и так-то. И вот после того, как он умирает, другие ламы проводят несколько лет в изучении этих материалов, этих записок. Через 4-5 лет, когда как раз этому ребенку, который вроде как должен был родиться в то же время, что и умер Далай-Лама, ламы едут в эти деревни, ищут этих детей и, как правило, находят несколько кандидатов, 4-5 кандидатов находят. Кроме этих записок, они еще обращаются к гадалкам. В Тибете гадалок очень чтут, к ним обращаются за разными ответами на трудные вопросы. И вот по сумме этой информации они находят 4-5 детей там в возрасте 4-5 лет, привозят их в дворец Потала, и тогда они должны пройти последний тест. Перед ними выкладывают копии вещей прошлого Далай-Ламы. Там копия его трости, на которую он опирался, копия его чашки, из которой он пил. То есть они им дают 3-4 копии и один оригинал. И дети должны выбрать. Тот, кто правильно выберет оригинал из этих копий, он становится следующим Далай-Ламой. Но сейчас-то уже в этот дворец никто не приедет, ты понимаешь? Сейчас, пока мы не знаем. Этого нам еще не рассказали, что будет сейчас. Подписывайтесь на канал, жмите лайк и узнаете, кто будет следующим Далай-Ламой. Лёва поднимает важные вопросы благоустройства. Значит, мы-то думали, что это просто красиво, а это праздник. Месяц назад закончился прекрасный цветочный праздник. И остались вот эти вот цветы везде. Зимой эти цветы переносят теплицы, поэтому они в горшках. Это все новодел, потому что во время культурной революции здесь разрушили красоту. А потом, когда китайцы поняли туристический потенциал, что нужно с чем-то туристов развлекать. Поэтому все утраченные дворцы, храмы, которые были разрушены, их восстановили. Почти как настоящие. Ну, во-первых, непонятно в курсе ли ЮНЕСКО, что это объект наследия. Наследие ЮНЕСКО за заново отстроенный храм с нуля. Ну, во-первых, непонятно в курсе ли ЮНЕСКО, что это объект наследия. Во-вторых, вполне возможно, что он... Она же сказала, что он не был полностью уничтожен. То есть они восстановили какие-то части, может быть там что-то... Надо сейчас будут ее спросить, что здесь это оригинальное, что восстановлено. А в-третьих, есть прецеденты, когда полностью восстановленному все равно попадает в наследие, как центр Варшавы, например. Я думаю, что твой первый аргумент можно исключить. Вряд ли ЮНЕСКО не в курсе, что здесь... Лёва, мы в Китае. Все это новое. Все это новое. Внутри хороший стеклопакет там поставили. В общем, все новодел. Повсюду обман, друзья. Площадь. А над площадью балкон с замечательным стеклопакетом. Этот балкон для того, чтобы Далай-лама мог во время фестиваля, который называется Шудун, проходит летом в июле или августе. Здесь большие народные танцы. Очень знаменитые, самые лучшие танцоры тибетского народа здесь выступают. И вот есть балкон, с которого Далай-лама должен смотреть. Но так как Далай-лама сейчас неизвестно где, мы не знаем где он. На балконе никого нет. Фестиваль до сих пор проходит. Танцы до сих пор идут. Здесь вот под этим балкончиком ставят столы, за которыми сидят правительственные чиновники. И они из первых рядов смотрят на этими традиционными танцами. А тут вокруг сидят просто люди, кто как проберется. И им тоже позволено посмотреть на эту красоту. Но балкон зарезервирован только для Далай-лама. То есть правительственные чиновники не могут на этот балкон заходить? Нет, они туда не заходят, потому что они никто. Что? Ты что? Лёва, ты что такое говоришь? Очень удобно, красивая стела. С погодой. Только что-то пошло здесь не так, по-моему. Ну, примерь шапку, Лёва. А где у неё вперёд? Какая разница? Ну, уши явно как вот, уши большие. Вон. Ну, ты красавец, Лёва. Во всех храмах внутри висят таблички, что строго-настрого запрещено снимать. Наша гид сказала, что это сделано потому, что там много золота, много каких-то старых росписей, и они портятся от фотографий. Ну, понятно, что они максимум могут портиться от вспышки, например, а не от фотографии. Но, тем не менее, снимать нельзя и без вспышки, и вообще всё довольно строго, все висят эти таблички. Мне кажется, это глупый запрет. Здесь мы видим специальную надпись, чтобы бесить Тёму Лебедева. Это новый дворец. Далалам успел здесь пару лет пожить. В 1956 году закончили эту красоту строить. А, в 1959 году Далалам бежал отсюда. То есть, пару лет он успел пожить в этом прекрасном дворце. Мы нашли хоть что-то здесь оригинальное. И, наверное, за вот эту вот красоту ЮНЕСКО-то всё-таки и включило. Перед Буддами заряжается вода. Она святая. Читают молитвы и её ставят перед Буддами. Поэтому это святая вода. Внутрь здесь есть медитационная комната для Далай-Лама. И внутрь здесь есть учебная комната. Это Далай-Лама? Да. Вы его отправили в Далай-Лама? Нет. Никогда. Они оставили здесь для реконструкции. Реконструкции. Да. Видишь как? Далай-Лама приносит деньги. Ну их нельзя посылать? Нет, их ему не посылают. Далай-Лама с бедром. Затем. Да, ты правильно. Я горжусь. Скарombную п kansю не пишут с ним. После он был выбран для Далай-Лама, он пришло в Ласа. И его родители все еще работают на фармах. Я имею в виду, работают с немцовцы. Он из немцовцев. Немцовцев. А иногда он его родители пришли к ним, и они в душе все-таки стоят за три-четыре дня, Уголок пожарной безопасности. Лама и Робуча. И трон, который был сделан из границ. Все сделаны из границ. Это представляет политическое и религиозное системы. Это означает, что в 5th Далай Лама, в Тибете мы только имели религиозное системы. И после 5th Далай Лама, он обнаружил его из религиозного системы. Поэтому мы сейчас имеем 2 холлицы. Один Далай Лама и один Бенчи Лама. Да, Бенчи Лама. Да, Бенчи Лама, который как-то главный лидер политических. Вот это его дворец для его мамы. Вот самое интересное. И в ванной кучу денег. Это комната матери его. Это холлица, холлица из 7 века. Это был построен Тибетский рим, который назывался Сунжан Гонбу. Это был построен, или это был построен? Это был построен. Но внутри, я покажу вам один пилор, или один или два пилор, который был из 7 века. И остальные аресты были построены. Это был построен Тибетский рим, который был построен Тибетский рим. Он был построен, и животных. Также вода, река, река, деревья, все. Мы должны быть в отношении. Хорошая работа, деньги собирать. Большой мешок. Многие люди, которые приехали из страны, они приехали сюда. И после того, они закончили все монастырии в Лаза, они провели время здесь для проживания. Каждый день. И что это для проживания? Это для проживания. Потому что внутри, есть шакамони. Они показывают их респект? Да. Респект и проживание. И другой способ это для проживания. Сейчас будем начинать восхождение на дворец Далай-Ламы, который сейчас превращен в музей. Подняться там порядка, что-то около 500 ступеней, не так сложно, но не забывайте, что мы находимся на высоте почти 4000 метров, поэтому любая физическая активность дается с трудом, из-за недостатка кислорода. Так, вот здесь вход. Восточные ворота. И вход строго по паспортам, билетам, разрешениям. Билет не просто билет, а билет с конкретным временем. И когда мы поднимемся наверх, у нас будет только 50 минут, чтобы насладиться этим дворцом. Мы прошли досмотр и оказались внутри дворца. Смотрите. Это дворец Патала. Резиденция Далай-Лам. Сейчас здесь находится музей. Фактически здесь два дворца. Один красный, он по центру, а другой белый. Патала Патала. Это маленькая дворца, в основном, живая площадка для моноков. И на верхней стороне живая площадка для Далай-Лама. Что это белое здание? Белое здание для высокого лама. Я надеюсь, мы сможем встретить высокого лама. Это очень сложно встретить. Когда ты идешь в Перу, это очень сложно встретить ламу. Очень-очень сложно. Шуточки шутим, Лёва. Поехали. Поехали. Одно из самых значимых и известных в мире религиозных сооружений. Музыка. Начинается подъем, а я уже устал. Все идут так в тенечке, потому что жарко. В принципе, не так страшно, как я думал. Конечно, тяжело. Народ идет запыхавшийся. Но если не спешить и глубоко дышать, то все нормально. Пора зайти в один из залов. Теперь мы приезжаем к цепле, в том, что есть три тумбов. В центре, это для номер 5 Далай-Лама, самый крупный. Потому что он сделал огромное поддержание. Один, он построил Паталла Палас. И другой, он построил политическое системы. Пятый Далай-Лама. Такие цепки 14 метров высокого. 14 метров высокого. И они используют 3700 килограмм золота. Такие говорили, что он также сохранен там? Да. Продолжение. Как Ленин, он там. Это как Мавзолей. То есть там лежит Пятый Далай-Лама. Здесь не похоже на 4 тонны золота. Мне кажется, это какая-то легенда. Хочешь открывать? Нет. Во-первых, мне кажется, здесь золото уже п***ли. Мы только что вышли из дворца. нам рассказывали классные истории про разных Далай-Лам. И одна из самых интересных историй была про шестого Далай-Ламу, который, как она нам рассказала, был известен тем, что писал любовные стихи. Что сразу как-то удивляет, как это так Далай-Лама писал любовные стихи, когда Далай-Ламы, ну, они святые люди, им нельзя иметь никаких контактов с женщинами. Оказывается, Пятый Далай-Лама, который, собственно, построил этот замок, то есть этот дворец, он когда умер, дворец еще был не достроен. Поэтому духовенство решило скрыть смерть Пятого Далай-Ламы от народа. И десять лет они достраивали этот дворец уже после смерти Пятого Далай-Ламы. из-за этого, когда они начали искать шестого Далай-Ламу, который должен был переродиться, этому парню уже было шестнадцать. И он уже познал вкусы жизни. И входят легенды, что в Алхасе есть несколько домиков, в которых он устраивал свидания со своими девушками. Разумеется, как нам объяснили, это только слухи, скорее всего, никакой правды за этим нет. Но вот есть такой Далай-Ламы, который известен тем, что он писал любовные стихи. Лама Лавилас. Лама Лавилас. Если посмотреть на посетителей, то здесь почти все китайцы. То есть иностранцев. Ты видел своих китайцев европейцев? Ну, парочку, но очень мало. Ну, судя по тому, что здесь вообще очень мало иностранцев, и в основном почти все китайцы. То, что мы видим и на улицах, и в отеле, и в автобусах, то, скорее всего, действительно получить разрешение в Тибет непросто. Чтобы никто не забывал, кто в доме хозяин. Подари частичку любви, и получишь чарующие лучки. Подпись. Комитет. Компартии. Отдела управления по ТАО. В принципе, все понятно. Все понятно. Это очень важный штрих, который, может быть, вы не заметите, но это важный штрих атмосферы, которая сейчас царит в Тибете. Для меня Тибет остался, скорее, больше туристический аттракцион, чем какое-то место силы, в которое люди едут издалека за большие деньги, чтобы ощутить какую-то энергетику. Толпы китайских туристов, бесконечные проверки, рамки, сканеры, непонятные правила. Кстати, кто-то связывает эти ограничения с тем, что ущемленные в правах тибетцы хотят отыграться и установить хоть где-то, показать свою власть, где-то поставить свои правила. Но вот это ощущение, что ты находишься в каком-то Диснейленде, оно не покидает тебя. Тактика китайцев переломить тибетцев, их культуру, не сапогом, не растоптать сапогом, а наоборот, долларом, аттракционами, технологиями, всем этим шоу, по-моему, побеждает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова